Я поручу ребятам построить совершенно любые цивилизации на их вкус, будь то цивилизация котиков или даже рыбок. А того, кто создаст худшую цивилизацию, мы отправим в этот загадочный портал. Даже я сам не знаю, куда он приведёт. Узнаем в конце этого видео. Эй, не иди, не иди туда, не иди. А то тебе настанет быстрый конец. Ну а сейчас давайте запустим салют, и можете начинать строить. Прошла уже одна треть времени, и посмотрим, что у вас получается. Сейчас мы посмотрим постройку. Йогурт. Идём. Йогурт. А, где я? Привет. Показывай свою цивилизацию. Это великие жители. Короче, забивные вот такие жители сделали себе... Ой. Заспавнились на одном мире, и начали полуходить из пещер. Потом они пришли вот сюда, и начали рубить деревья своими головами. Потом они построили себе крутые домики, с вот такими вот какими-то штуками. Потом на них напали гоблины. А что будет потом, мы посмотрим потом. Там, короче, что-то очень эпичное происходит. Там какая-то заруба жёсткая, и, в общем, там война настоящая будет. Ооо, а это что? Почему тут всё горит? Потом зашёл игрок. Если игрок будет хорошим, то они отстроят себе огромные небоскрёбы, и будут жить хорошо. А если игрок будет злым, например, как... Как... Как вот этот... Как вот этот пингвин. Это кто был? Тогда тут начнётся апокалипсис. Это получается история жителей до того, как пришёл игрок? Обалдеть. Мне понравилось. Смотри, Йогурт. Ты не забывай, тебе надо хорошо стараться, а то ты отправишься в тот загадочный портал, который приведёт тебя. Да, такое есть. Ты сам увидел, что там. Да, там очень страшно. Ооо, что тут за какие-то эти? Это цивилизация мамонтов. Цивилизация мамонтов? Мамонты! А похоже на каких-то рогатых анвер. Мамонты рогатые. Ну да. Хороший мамонт, хороший мамонт. Ого, у них тут ледниковый период. Чем тут так темно? Ничего не видно, надо фонарики. Фонарики. Ломай, я потом всё сделаю. Нет, я в темноте не буду жить. Буду жить. Буду жить. А, сейчас лёд растаял, лёд растаял, нет. Тебе нужен меч, иди попроси задание у жителя. Стоп, получается я буду цивилизацией? Привет, хороший мамонт, я надеюсь, что ты не злой, а вроде злой, ну ладно. Убить одного мамонта. Кто это придумал? Кто? Это я придумал. Ах, это что, я тебя сейчас сам прибью. На. Плохой, мамонт. Да чё у меня атакует вообще агрессивный? Ой, прости, пожалуйста. Это непростительно. Ух, ух. Еее, победа. Куда я попал? Где? Это типа следующая локация. А, получается сначала мы типа жили в пещере с мамонтами, а потом попали в будущее. Где тут у них уже попростуялись замки. Это такие путешествия во времени. Да, а чё, мамонты не вымерли, что ли? Ну, они умными стали. А, это если бы у мамонтов были бы такие большие мозги, как они сами. Да. Знаешь, сказать тебе честно. Да. Крепость отстойная. Да, я в курсе. Ладно, удачи, я ухожу. Эволюция котиков. А, вау. Или попугайчиков, даже не знаю. А, да. Да, историческое время коты жили в пещерах. И там они гуляли. Ничего не умели. Потом их пещера развалилась. Ой, ой, ой. И не смысл. Им пришлось учиться выживать в новых условиях. А потом к ним приплыл человек на лодке. И приручил их при помощи рыбки. Но они не хотели приучаться. Ну, потом, короче, приучились. Он начал стоить дома, и они просто смотрели. На попугайчиков. А почему осталось только один? Их тут было двое. Котёнок, это ты? Ё. А потом человек стал очень худым. Коты стали более стильными. У них осталось ошейник. И они стали красивыми. И стали разговаривать с попугаями. Привет, попугай. Привет, котик. Они уже джентльмены. Тут даже два попугая. Ещё какая-то летающая синяя козявка. Ладно, заходим в дом. Дом у них прекрасный, квадратный. Знаете, я такой в три года устроил. Надо дальше эволюцию, где они построят красивые домики. Выйдет обновление в Майнкрафте. И... Чё он смотрит на меня? И потом человек ливнёт, и когда будут его ждать, 50 лет. А, фон. Ой, посмотрите на этого миленького котёнка. Он ждёт свой домик. Эй, ты чё делаешь? Не вей её. И последняя цивилизация. Вот это. Да, чё это за цивилизация? Такая странная бамбука. Цивилизация иглобрюхов. Иглобрюхов? Да. Раньше вот над ними издевались. Ну, не издевались, а сажали всякие зоопарки. За деньги на них жители смотрели. И потом уже в плохое время появились рестораны, в котором жарили бедных иглобрюхов. Это Япония. Вот они злые. Зачем они режут иглобрюхов и кушают? Месть за иглобрюхов. Что получается, мы уничтожаем жителей из другой цивилизации, чтобы спасти другую цивилизацию? Да. Не знаю, какие японцы странные. Как они на таких стульях сидят? Вот согласен. Дальше иглобрюхи решили восстать. И они прорвали забор, но жители успели их закрыть. Свобода иглобрюхам. Эй, да чё ты делаешь? У них и так свобода. А потом, в будущем, иглобрюхи стали добрыми, и люди стали их забирать в свои аквариумы, чтобы их там выращивать. Знаешь, какое продолжение надо сделать? Чтобы они уплыли в океан, и там они, короче, построили свою цивилизацию на воде. И, в общем, они стали второй крупнейшей цивилизацией после людей, которые... А зачем им цивилизация на воде, если они живут под водой? А теперь моя цивилизация, да. Вот, цивилизация лодок. Стоп, чё? Чё за лодки такие? Это, короче, это цивилизация лодок. И тут дрифтят жёстко. Смотри, здесь можно дрифтеть. Я знаю продолжение твоей цивилизации. Ты же совсем жёсткая цивилизация. Подожди, нет, это не то, что ты думаешь. А что? А потом? А потом всякие дримы начали использовать твою цивилизацию для того, чтобы паркурить по лаве. В общем, всё понятно, я пошёл к дриму. Это все цивилизации, которые вы построили за 40 минут, и мы посмотрим, что у вас получится дальше. Ну и посмотрим, кто отправится в этот загадочный портал, в котором очень страшно, очень больно. В общем, ладно. Вы сами знаете, что прошли 40 минут, но прошёл целый час, потому что я проспал. Вот из цивилизации иглобрюхов. Посмотрим, что здесь за 40 минут поменялось. Ну, вроде здесь стало гораздо больше деревьев. Всё. А это кто? Вообще не знаю, только их какие-то линейки поставили. Ладно. О, за 40 минут только это построил, что ли? Море с иглобрюхами? Да, ты же сам сказал, море с иглобрюхами, вот такое море. Сейчас мы сделаем тут целую армию иглобрюхов. О, что это? Бесконечная ферма иглобрюхов? Сейчас проверим, как это работает. О, работает. Я сделал бесконечную ферму иглобрюхов. Нет. Смотри, как много здесь. Ты их выращиваешь для продажи? Нет. А, как много иглобрюхов. Вот это мой пляж. Их цивилизация, мне кажется, захватит нашу. А что здесь туда спрыгнуть покупаться? Интересно, в эту иглобрюховую. А этому цивилизацию нет. Нам всем конец. Иглобрюхи захватят мир. Они захватывают сушу, смотри, нам конец. Эй, ребят, привет, давайте купаться хочу. Классно купаться. Как тебе, нравится? Да, мне нравится, особенно под водой так классно. О, как тепло, тепло. Я могу сделать еще больше иглобрюхов. Ой, а где они? О, вот они. Они появляются на суше, они выходят на сушу, все. Они захватывают овец. Что здесь происходит? Смотри, это, это водопад в виде иглобрюхов. Вау, это имбат. Это водопад игл... Ну, Йогурт показывает свою цивилизацию жителей. Но это мы все помним, они там деревья посадили, дома построили, на них напали какие-то гоблины. Потом эти гоблины напали на деревни. Они сделали себе вот этих големов. А дальше сам рассказывай. Ээээ... Големы начали их истреблять. Короче, жители были такие довольны. И потом появился игрок. О. А дальше две концовки. Либо игрок станет злым и сбросит на них 250 тысяч тонн лайков. Значит, надо поставить лайк. Да, ставьте лайк или на вас сбросит 250 тысяч, что он тратило. Или игрок будет добрым, они построят домики и поставят памятник великому игроку, который ушел из этого мира. Но я вставил их здесь дальше, чтобы он получается такой... О, ребята, всем пока мне надоело этот мир, я пошел новый создавать. Они такие великие, игру. Их потомки будут чтить память этому великому игроку. Но перед этим он поставил... Он построил чею, но в итоге она... Да зачем? Нет, сейчас все взорвется. Все, ракция, все умерли. Да, йогурт, я тебе 0 из 10 поставлю в конце. Так что давай ремонтируй все это. Сделай тут настоящие небоскребы, цивилизацию, а это уберяйте эту ерунду. Нам нужны только домики, только чтобы все было красиво и чтобы все было хорошо. Все будет хорошо, представляешь? Да зачем? Все должно быть хорошо, мирно, вот так, домики, домики, домики. Вау. Йогурт, хватит, давай дождь выключим. Взрывать. Прекратить. А давай потом устроиться потоп, и они станут жить под водой. О, давай, хорошая идея. Ладно, делай, я пойду к мамонтам в гости. О, я снова в пещере с мамонтами, привет, привет. Вжух, вжух, вжух. Я в будущее. А вам, я в будущее. Что это такое? Это подсказки. А, идем сюда, потом сюда, потом сюда, и здесь. Добрый охранник мамонт, король мамонт. Король мамонт, что? Король мамонтов. А что теперь делать? У нас есть магазин всего. У нас магазины всякие, пятерочки, магниты, они такие, магазин всего. А что потом? А потом тебе надо, короче, будет бегать по замку, чтобы в конце концов там выйти на улицу и что-то сделать. Я еще не придумал, что. Отсюда нам видно очень странные цивилизации. Почему все делают то, что я хотел сделать с ними? Ну, это мы все помним. Тут были доисторические коты, но они уже когда-то пропали. Потом там приехал всякие йогурты. Они их приучили. Потом они начали строить дом. Они построили... О, а дом-то красивый. Дом котов. А почему он розовый? Даже челик крутой, броней какой-то странный, который я не видел. Ну, в общем, какой-то дом котов. Тут живут коты. Не колокольчик для котов. И все, да? Стоп, а что ты все это время делал? Я, короче, тут немного некоторые штуки поменял. Обклеивал, короче, все вот этой вот штукой. Добавлял немного... Ну, короче, не особо заметные штуки. Я, короче, добавлял много капельников. Знаешь, можно сказать одним словом, что ты делал. Подожди, надо вспомнить это слово. Ой. В общем, занимался очень полезными делами. Делал очень полезное... Ну, вообще, я шучу. Ты этот, внимательно обращай внимание на вот этот идеальный портал, в который, возможно, тебе придется войти. Возможно, нет. Интересно, а что там такое? Я сам не помню. Пах. Ладно. Это все, что вы сделали. У вас осталось очень мало времени. Делайте что-то, а я пойду ждать. Время вышло. Мы сейчас посмотрим и оценим ваши цивилизации. И кто-то отправится вон в тот портал. Привет, йогурт. Здорово. Как жизнь? Нормально. Ладно, как тут жизнь у твоей цивилизации? Сначала, когда... Когда еще не пришел игрок, были жители, которые были головастиками и жили в пещерах. Да. А потом они отстроили свою легендарную деревню, в которой мы грабим кровати и... В общем, да. У них даже мост есть. Блинш, появились зомби потом. Которые напали на их деревню и появились заброшенные деревни. Они убежали в деревню и там они сделали своего железного голема. Вот это умные жители дела железного голема. Ээ, ээ, ээ. Потом все зомби стали убегать от железного голема в полу, что они слишком сильные, а жители радоваться. И, в общем, они стали очень сильно радоваться, а потом нам Йогурт расскажет, что потом. Затем зашёл самый первый игрок. Да, которого звали... Как его звали? Корабрит. И, в общем, тут жители такие, эй, привет, человек. Они такие, о, привет. А потом... Человек окажется бобрым. Чё, бобрым? Каким бобрым? Каким бобрым. Йогурт, если человек окажется бобром, то он всё тут взорвёт. В общем, когда мы заходим в креатив, бывает такое, мы ставим динамит, взрываемся в деревне. Тогда жителям будет плохо. Поэтому так нельзя делать. А если всё будет хорошо, и игрок окажется добрым, то они построят новые красивые домики, как в обновлении 1.14. А потом игрок покинет Майнкрафт, потому что ему станет 20 лет, или, не знаю, там, 30, и уйдёт. А ему поставят памятник все вот эти жители. Герой, герой, герой. Герой деревни, буквально. О, что это такое? А затем зашёл его друг злой и затопил этих жителей. Это как этот, это съёмки видео. Нубик выживает, под водой они построили свою деревню. Но это мы узнаем только в обновлении 1.30, наверное. Как они построили свои подводные дома, наверное. Тут есть будущее, поэтому это очень классно. Я ставлю 10 из 10. Что скажет профессиональный судья? Да, я самый лучший билдер, знакомьтесь, да. Это дома такие, да? Пингвин, иди сюда, сначала это посмотри, что же на автодичке написано. Смотри. Слушайте, моё мнение резко поменялось, вплоть до смены балла, так что я ставлю 10. Чтоб ты ставишь 10? Да, это прекрасный домик, светящийся, да. Он ещё приливается, потому что да, вот. А где же третий судья? О, привет. Привет. Сколько ты поставишь этой постройки? А чё я здесь? Идём с самого начала. Короче. До того, как пришёл игрок, появились пещерные жители, потом они начали добывать дерево, построить ту самую деревню, в которой мы грабим. У них напали зомби, они решили проблему с зомби при помощи железного гольма, которого тут создал очень крутой житель. Потом они отбили всех зомби отсюда, и они стали радоваться. Потом, потом, потом пришёл самый первый игрок. И потом, когда игрок уйдёт на 50 лет, когда ему ставим 30 лет, они ему поставят памятник. Потом зайдёт игрок, чтобы снять видео в 2017 году, где он выживает от цунами, бедные жители. И потом, они все утонут, но они в этой воде создадут свой крутой город. Ну, сколько ставишь? Только 10 не ставь, а то мы все 10 поставили. Я могу спокойно поставить 9. У тебя 29 очков из 30, так что судьи на твоей стороне. Уря. Судьи топ. Супчик тоже топчик. Супчик. Ой, мы опять в какой-то цивилизации, где растут деревья, рассказывай, что это. Короче, иглобрюхи жили себе, жили потомок посадили за парки и начали продавать их за деньги. Ещё позже, когда люди стали плохими, они начали жарить иглобрюхов на костре. Вот ох уж эти японцы, вот, напридумывал этот всяким деликатесом. Ужас. Это прям вообще капец, ужас. Но позже люди прижились к иглобрюхам и начали заводить их себе домой. Чего? Домашний иглобрюх. А потом, спустя очень много миллионов лет, что-то странное произошло, и они стали купаться в бассейнах. А-а-а, до меня дошло. Учёные иглобрюхи отправились с людьми, чтобы исследовать океан, потому что он исследован только на 5%. Да, 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 правильно. А какое продолжение, интересно? Они пойдут, исследуют океан и найдут там Атлантиду? Да. Мне кажется, они найдут Атлантиду, в котором будут жить более развитые иглобрюхи. Да, и потом будет ещё больше. А, стоп, а это всё ты не построил. Ты не построил всё, что надо. Получается всё, я тебе ставлю 9 очков. А я ставлю 10. Сухарик, сколько поставишь иглобрюхам, они совсем не любят. Сейчас я иглобрюха доем, вкусно. Так, это, блин, да. Мне кажется, это на семёрочку. Семёрочка? 26 очков у тебя здесь, это пока что меньше всего. Возможно, тебе придётся пойти в тот портал, и там будет очень страшно. Не придётся. Котик улетает, давайте посмотрим цивилизацию котиков. Летают котики. Расскажешь нам про доисторических котов? Да. Раньше доисторические коты жили в пещере. У них ещё даже костры были. У них в каменном веке были костры, и даже вот какие-то такие верстаки с молотком и пилой. Ой, чё это? Потом к ним на остров приплыл человек. И он такой, эй, ребята, давайте я вам дам рыбку, а вы будете со мной жить. Человек сделал себе крутую броню, и они построили замечательный дом для котов. А, вот коты. У них туда же были жалюзи всякие, короче, листики. Они вот тут очень любили играться и прыгать по кроватям. А это кто такие? Это коровы. Стоп, потом, получается, игрок вышел, а они его ждали 50 лет? Ну, а коты живут 50 лет? Я думал, только собачки ждут своего хозяина так долго. Я тоже. А чё тут жители теперь ждут? А где котики? Их высадили, что ли? Это завоевание котиков. Ладно, я ставлю 10 из 10 слишком крутые котики. Тут было очень красиво, история красивая, всё красивое. Тут даже котики доисторические есть. Да, котики самые красивые, по-моему. Да, я поставил 10. Сколько поставят сухарик? Я бы поставил 8, но из-за того, что я набитый основителей, это мяукал. Тем более, в свой день вождения это 10. Ну, ух, оценка очевидна, я ставлю 2, может, наверное, 5. Есть? Вы хотите сказать, что доисторических котиков, которые ждали своего хозяина 50 лет, максимальное количество очков 30 из 30? Потому что у меня котик дома живёт. Ну, реально, красиво всё выполнено, поэтому здесь заслуженная 30 из 30. В общем, ты не отправишься в тот загадочный портал, а у тебя большие шансы туда попасть. Последняя цивилизация мамонтов. Самая мамонтская. Так, квест. Убить одного мамонта. Где злой мамонт? Злой мамонт. Сейчас, вручную, раз замочу динамитом. Сухарик. Не надо, нет, 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 не динамит только. В общем, доисторические мамонты сказали нам победить плохого мамонта, и мы его победили. И чё? Чё, смотрите? Перемещаемся на 100 лет вперёд. Мамонты уже построили свои крепости, потому что они очень умные оказались, и никто их не заскамил. У них даже появился свой король мамонтов, вот. Здорово. Мамонты дали мне зачем-то семечки. И теперь смотрят наверх. Космос, наверное, они хотят, чтобы я семечки отвёз. Поможешь посадить пшено на наших грядках? Вот тебе семена. А деньги? Да. Они, кажется, не знают, что такое деньги. Ну ладно. Ладно, я пошёл сажать семечки. О, тут маленькие котики. Трынг-трынг-трынг-трынг. Сажаем семечки. Зачем там? Я посеял все семена. Ну всё, на этом всё, я больше ничего не успел. А в смысле? А где будущее? Где мамонты, которые в космос поделили? Первый мамонт в космосе. Первый мамонт на Луне. Я не хотел, но я не успел. Короче, торжественно объявляю, что ты проходишь в этот портал. Заходи. Ой, я не хотел. Э, что ты наделал? Я не хотел его ломать. В общем, заходи. А, надо? Давай заходи уже. И-ю-ю, прощай. Где я что? Ладно, я пойду посмотрю, что там. Где я? Мама. Тут холодно. Холодно. Холодно тут. Вот и всё. Давайте наберём под этим видео 5000 лайков. Чтобы спасти Попкета с Проксима Центавры. А ещё можете подписаться и посмотреть вот этот интересный ролик по Майнкрафту. Всем пока.